Содержание сегодняшнего занятия. Сначала мы рассмотрим, где будем искать бригаду, как будем отбирать людей, какие критерии профессионализма должны быть у профессиональной бригады, которая способна делать дизайнерский ремонт, как их оценивать, как их оценивать визуально, на их объекте, на нашем объекте, как их оценивать с помощью вопросов, как организовывать работу, и как ставить задачи и контролировать их выполнение. Вначале поговорим о том, почему появился этот курс. На сегодня очень мало хороших, квалифицированных рабочих, хороших мастеров, профессиональных исполнителей ремонта. Если бы с этим было все в порядке, тогда бы, наверное, никто и не мучился с авторским надзором, тогда бы не появились наши поговорки, что ремонт можно только начать и невозможно закончить, можно только остановить, потому что два ремонта равноценны пожару и так далее. Угадайте, кто это такой? Это не паучок, это универсал. Как правило, свои услуги на рынке частного жилья, именно в сфере ремонта квартир, предлагают такие универсалы или универсальные бригады. Они берутся исполнить все, что нужно, от чернового этапа до чистового. Они берутся за сантехнику, водоснабжение, электрику, штукатурку, малярку, обои, обязательно плитку кладут, мозаику, ни от чего не отказываются. Они даже клеят у нас полиуретановые, пластиковые, МДФные, плентуса, карнизы. И что получается в итоге? В итоге получается крайне низкое качество. Потому что невозможно быть универсалом и одинаково хорошо делать совершенно разные виды строительно-отделочных работ. Это все равно, что взять продавца, который шустрый, коммуникативный, быстро разговаривает, легко вступает в контакт с людьми и заставить его работать бухгалтером. Или бухгалтера заставить работать продавцом. Это два полюса совершенно, два разных психотипа людей. И бухгалтер, который должен быть тщательным, педантом, который хорошо общается с цифрами, но гораздо тяжелее ему продавать людям. То же самое, как продавец, можно стать хорошим бухгалтером. Это практически исключено. Так вот, я за все время общения с мастерами, а я их увидел и работал с десятками, сотнями людей, встретил всего одного мастера, который одинаково хорошо мог делать и штукатурку, и плиточные работы. Давайте лучше исходить из той мысли, что хороший плиточник занимается только плиткой, а хороший штукатур занимается только штукатуркой. Покажу на примере. Хороший плиточник тщательно выверяет все ряды, не допускает никаких, даже малейших косяков. Так вот, если его поставить на штукатурку, где требуется быстрота, он не сможет прокормить свою семью. С другой стороны, штукатур, который умеет быстро штукатурить, если его поставить на плитку, он просто устанет очень быстро, ему не хватает терпения, педантичности, и поэтому хороший штукатур это плохой плиточник. В связи с этим встает очень серьезная проблема для того, чтобы подобрать себе бригаду. А у каждого дизайнера должна быть своя профессиональная бригада, а лучше даже не одна, на которую он может положиться, которая умеет делать высококачественный дизайнерский ремонт. На практике 95% исполнителей в ремонте можно поделить на 4 группы. Это кое-какеры, которые кое-что знают, кое-как умеют, вроде бы везде он в курсе, но ничего толком у него не получается. Это рукожопы, которые делают все тяп-ляп, криво, неаккуратно. Это авансисты, человек, которому все время не хватает денег, в первую очередь он у вас просит аванс, получив деньги, у него мотивация к работе сразу снижается, и работа останавливается. Приходится искать другого исполнителя. И это яйцекрут. Это такой умник, который очень красиво себя подает, который все знает, может рассказать вам кучу интересных вещей, и вы сразу поверите, вы его профессионалист. Но когда дело доходит уже до работы руками, здесь происходит промашка. Таким образом, реальность такова. Всего 5% мастеров могут делать качественный ремонт в квартирах. Остальные достойны только того, чтобы красить подъезды или делать ремонт в общественном здании. И лишь один человек из 100 способен делать высококачественный дизайнерский ремонт. Что я под этим понимаю? Если это дизайнерский ремонт, значит это сложные работы. Это работа с какими-то клинкерными кирпичами, это полиуретан, это мозаика. И есть еще очень важный момент. Это идеальное качество выполнения работ. Клиенты в дизайнерском ремонте очень привередливы. Также привередливы, как дизайнер. Поэтому все примыкания должны быть идеальны. Никаких помарок, никаких неровностей не должно быть. При этом есть одна сложность. Какой бы классный мастер ни был, все равно у него совершенно другая психология, у него совершенно другие цели. То есть мастеру нужно сделать свою работу, быстро, четко получить деньги и перейти на другой объект. А что значит сделать быстро? Это значит, они склонны все упрощать. Если речь идет о дизайнерском ремонте, для дизайнера важнее всего красота. И, как правило, красота, высокое качество нельзя достигнуть путем упрощения и быстрой работы. Поэтому дизайнер должен контролировать даже классного мастера, чтобы получить то, что он, собственно, задумал в своей дизайнерской идее. Поэтому любую работу, любого самого классного мастера нужно постоянно контролировать. Как вы думаете, где вы не найдете хороших мастеров, которые подойдут для производства дизайнерского ремонта? Конечно, это бесплатные доски объявлений. Кто здесь в основном обитает? Это мастера, которые ищут работу. В то же время мы понимаем, что хороший мастер в условиях дефицита мастеров он всегда обеспечен работой на неделю, а то и месяц и вперед. К нему стоит очередь, его передают бережно по сарафанке только самым близким друзьям. Поэтому ему нет необходимости размещать объявления в Авито. Это делают только те люди, кого мы бы не хотели рекомендовать, кто перебивается случайными заработками от одного разочарованного хозяина к другому. А где же можно искать мастеров? Если вы уже имеете определенный опыт работы дизайнером, вы, наверное, знаете правильный ответ на этот вопрос. В первую очередь, это салоны элитных отделочных материалов. Идете в салон, где продают обои, спрашиваете мастеров, которые умеют профессионально клеить дорогие дизайнерские обои. Вы знаете, что цена дизайнерских обоев очень велика. То есть, рулон может стоить 5, 10, 20 тысяч рублей. Рулона, как правило, хватает на три полоски. Поэтому один квадратный метр таких обоев несколько тысяч рублей. Соответственно, цена ошибки здесь велика. Один раз я сам попал в такую историю. Мне плохо приклеили дорогие дизайнерские обои. Мне пришлось за свой счет купить новые рулоны обоев, найти хороших мастеров, которые мне наклеили наконец-таки обои как следует. И после этого случая я никогда не просил приклеить обои случайных мастеров, хороших штукатуров, как это случилось в первый раз. Также мы можем посмотреть и оценить качество работы мастеров на завершающихся объектах. В основном это элитные жилые комплексы. Если мы туда придем, посмотрим, как они работают, мы сразу сможем увидеть, оценить качество работы той или иной бригады, оценить воочию своими глазами. Хочу вас предупредить, что мастера при рекомендации не гарантируют вам наилучшего качества, подходящее для дизайнерского ремонта. Во-первых, потому что дизайнерский ремонт это все-таки сложный ремонт, и человек, который хорошо делает обычный ремонт, он не факт, что сделает высококлассный дизайнерский ремонт с новыми какими-то материалами, с новыми технологиями, и во-вторых, то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. То есть, возможно, вам рекомендают мастера тот человек, у которого нету строгих критериев выбора. Ему, в принципе, подходит то, что другому уже не подойдет, то, что другому будет бросаться в глаза. С кем лучше всего работать? У нас есть всегда выбор. Есть серьезные компании, которые у себя уже зарекомендовали, у них есть офис, у них есть владелец, который за все отвечает, есть прораб, бригадир, стабильная бригада, а то и несколько бригад мастеров. Они всем хороши, кроме цены. У них цена часто на 30-50% выше, чем в среднем по рынку, потому что им нужно нести затраты по аренде офиса, прибыль хозяина и т.д. и т.п. Не все заказчики дизайна готовы платить хорошие деньги за работу мастеров. Они не понимают, почему они должны переплачивать 50%, когда у всех остальных бригад цена гораздо ниже. То есть, они готовы заплатить дизайнеру хорошие деньги, но их тяжело убедить в том, что рабочим тоже нужно платить больше, чем обычно. Поэтому, когда мы работали с такими компаниями, у нас всего один из трех клиентов выбирал нашего исполнителя с высокими ценами. А что это означало для дизайнера? Это значит, что мы теряем возможность авторского надзора, когда хозяин выбирает другую бригаду. Мы не зарабатываем на этом проекте так, как могли бы. Есть еще мастера-одиночки. Это квалифицированный мастер, который способен от и до сделать квартиру. Но, в чем его недостаток, он работает медленно. Нам нужно, чтобы бригада работала четко и быстро. Поэтому, мы ищем бригаду, в которой нет рекламы, в которой нет имени бренда, поэтому у нее адекватные цены, но при этом она умеет четко, качественно работать. Мы с ними знакомимся, рассказываем им шикарные перспективы работы по дизайнерским проектам, что они могут больше зарабатывать, есть перспективы расширения, развития и так далее. И дальше мы начинаем уже с ними работать вместе, притираться таким образом, чтобы они соответствовали нашим требованиям. В то же время есть узкие специальности, которые требуют узкоспециализированных профессионалов. Конечно, это сантехника и теплотехника. Теплотехника это батареи, радиаторы центрального отопления и так далее. Это электрика, это паркетные работы, монтаж паркета, это плиточник, это мозаичник. Причем хороший плиточник не всегда хороший мозаичник. Обычную мозаику он может приклеить, но если речь будет идти о том, что нужно набирать мозаику прямо на стене или на полу вручную, о том, что нужно монтировать художественное панно мозаичное, здесь обычный плиточник не справится, там есть свои нюансы, которые знает только специализированный мозаичник. наклейка обоев, об этом я уже упоминал, обои очень дорогие, их сейчас огромное множество видов, есть очень сложные обои, которые нужно клеить особым образом, иначе их легко испортить. Здесь экономия неуместна, нужно искать тех мастеров, которые специализируются на наклейке обоев, которые знают технологию. Натяжные потолки, монтаж кондиционеров, и монтаж вентиляции. Причем опять-таки кондиционер и вентиляция это разные вещи. Люди, которые несколько лет работают в монтаже кондиционеров, не факт, что они смогут вам смонтировать грамотно систему приточно-вытяжной вентиляции. Если вы хотите приглашать на вентиляцию людей, убедитесь, что у них есть уже хороший положительный опыт таких работ. Есть отдельные виды строительно-монтажных работ, которые требуют особой высокой квалификации профессионалов. Вы, наверное, уже догадались. Это вода, сантехника, которая грозит нам затоплением, если вдруг будут какие-то допущены ошибки нашим мастерам-сантехникам. И цена этих ошибок может быть в разы больше, чем просто ошибка на нашем объекте. И, конечно, нужно взять профессионального электрика, чтобы он не спровоцировал возникновение пожара. Этих всех последствий легко избежать, если вы будете правильно отбирать мастеров. Как их отбирать, тема нашего следующего урока.